Приветствую вас, и физиология, она такая, её не поменять. Смотрите, если рассматривать вашу ситуацию в целом, то мне кажется, что выход, он очевиден. То есть вам нужно просто-напросто предложить своей жене альтернативные, не классические способы удовлетворения её желания. Ну иначе говоря, получить оргазм, да. И здесь, если честно, мне не понятно, почему вы сами до этого условно говоря, не дошли. Ну, то есть, жена хочет интима. Ну, в принципе, ничего плохого в этом нет. Хочет интима жена, значит хочет, и нужно понимать, что она имеет на него полное право. Другое дело, что вы не можете ей дать это в нужном ей объёме, но тогда вы можете предложить вариант, удобный для всех. И то, почему вы этого не делаете, если честно, для меня загадка. Почему вы не делаете предложение ей об альтернативных формах получения удовольствия? Ибо они, эти формы есть. И с точки зрения, ну, просто банального поведения, да, именно такая позиция, она принесёт вам больше всего положительных моментов. Потому что, грубо говоря, грубо говоря, желания вашей жены, они, ну, естественные, нормальные, справедливые и нет ничего плохого в том, чтобы их постараться реализовать. Вот. Но, мне что-то подсказывает, что дело здесь не совсем чисто. Мне что-то подсказывает, что дело здесь не совсем на поверхности. И мне что-то подсказывает, что и жена, и вы играете в какую-то игру. Вообще, это всегда определённого рода игра. Вопрос, правда, в том, какая это игра. Но то, что это игра, это однозначно. То есть, грубо говоря, ваша супруга в силу ряда причин давит на вас в плане секса. И отказывается понимать, что вы его не хотите. Её отказ понять, что вы его не хотите, или хотите, но не всегда, свидетельствует о том, ну, или может свидетельствовать о том, что для неё это не так важно. И здесь, здесь у меня возникает вопрос. А не специально ли ваша супруга, не специально ли она так себя ведёт, чтобы отдалить вас от себя, чтобы отстранить вас от себя, чтобы, эээ, ну, вывести вас на эмоции, например, определённого рода. Согласитесь, довольно важный момент. Почему вы избегаете с ней близости? Так, не совсем понятно. Либо вы боитесь близости, либо это для вас несёт что-то негативное, непонятное. с этим нужно разбираться. Но, так или иначе, я полагаю, что у этого есть основания. И, на мой взгляд, именно с этими основаниями и нужно, в первую очередь, работать. Понимаете? Потому что, если вы, если вы, эээ, знаете всё как есть, да, то очень может быть, что ситуация, ну, перерастёт из, эээ, одной в другую, в другую. То есть, ну, грубо говоря, вы, вы, решите проблему секса, например. Решите проблему секса. Ну, будет какая-то другая проблема. И, её так просто уже будет не решить, не решить. Например. Понимаете? Вот. Поэтому, мне представляется, эээ, ситуация вот именно такой, именно так. Именно так, ээ, нужно, действовать, здесь. Ну, вот. Исходя из того, что я увидел в вашем вопросе. Вот. То есть, нужно, чтобы и вы, и ваша жена перестали играться. Так, где вы пишете, что вам неудобно её избегать. Почему? Получается, что вы не можете, эээ, принять себя. Получается, вы не принимаете себя. Может быть, вы чувствуете себя виноватым. Понимаете? Вот. Тут тоже, эээ, не совсем понятно. Почему именно вам неудобно. Далее, эээ, сказать, что я, так, я хочу тогда, когда захочу. Понимаете, я хочу тогда, когда захочу, это не совсем, эээ, не совсем та позиция, которая, эээ, которая может удовлетворить, эээ, вашу жену. Ну, вот. То есть, эээ, вы поймите, просто поймите, эээ, такую вещь, что вы-то монет, монет и, эээ, хотите, тогда, когда захотите, это ваше право. Хотеть тогда, когда вы хотите, это да. Но, если ваша жена хочет, то нельзя оставлять, эээ, без внимания ее желание. Потому что, иначе она может, эээ, найти кого-то, кто смотрит лучше, даст ей то, что вы не можете. Понимаете? Какая ситуация? Какая проблема? И в этом контексте решать исключительно вам. И только вам. Вот. То есть, вы спрашиваете, что делать? Да. А хотите вы чего? Понимаете? Вот. Вот вы спрашиваете, что делать, да? А хочется чего? Хочется чего? Вот именно, исходя из того, чего вы хотите, и нужно, именно исходя из того, чего вы хотите, и нужно действовать на самом деле. Понимаете? Понимаете? Потому что, потому что, мы вам, эээ, можем все что угодно сказать. Но, если вы, сами, для себя, не определите, что для вас на первом месте, то, ситуация будет сложнее. Гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Вот. Ну, например. Например. Любите ли вы свою жену, допустим? Если любите, что вы готовы для нее сделать? Да? Вот так. Вот в этом, в этом направлении, постарайтесь подумать, как следует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Корр. Павоку. Умин하세요. Продолжение следует...